Беленькая коза меняет прописку. Хозяйка рогатой зайки согласилась отпустить ее из однокомнатной квартиры. О непростой истории главные новости Екатеринбурга рассказывали на этой неделе. Сад у пенсионерки сгорел, и она взяла козу под крышу многоэтажки. Соседи этому были явно не рады. Но даже сегодня дорога из дома стала по-настоящему козьей тропкой. Попустив зоопарку, пенсионерки зайку перехватили. Кто знает Екатерина Деменчук? Ой, звезда. Тереканда. Козе зайки и правда впору собирать собственный фан-клуб. О необычной горожанке теперь знает весь город. Хозяйка перевезла любимицу в квартиру после того, как ее частный дом сгорел. А теперь ищет для козы новое пристанище. Хочу устроить только до весны, чтобы она была в хороших условиях и живая. А если мне ее не возможно возвратить в нее весной, то я ее в зоопарк не устрою. Буду искать другое место. Приютить животное согласились в частном зоопарке. Вот зайку сегодня и повели на поводке. Но по пути нашли новый вариант. Случайная прохожая подошла к козе с явным знанием дела. Ольга Скворцова рассказывает, у нее свой дом и хозяйство. И предлагает зайке угол в стайке. Там ей точно не будет скучно. У нас там рядом соседка, она тоже держит коз, там козел есть. Ой, да что вы говорите. Да вы матушка. Потенциальный жених для козы, кажется, главный аргумент для бабушки. Такие варианты на дороге не валяются. Хозяйка больше не раздумывает. До нового дома добираются на общественном транспорте. В автобусе становится ясно. Ольга уже нашла с козой общий язык. Зайку селят в комфортабельный сарай с отоплением. По соседству пара хряков и курица с петухами. Но новой постоялице здесь пока неуютно. Конечно, у нее сейчас стресс. Сейчас вот пойду на торговую площадку, схожу за сеном, за трубями. Вот это самое, постелить ей, конечно, надо. Сейчас у меня сын приедет на мотоблоке, съездит, запил. Но я думаю, она привыкнет как бы. Маргарита Прокофьевна дает подробные рекомендации по питанию и проживанию. Попрощаться с козой даже на время ей нелегко. Сколько мы с тобой прожили-то лет? Но хоть теперь за козу она спокойна. И даже планирует подарить Ольге будущее потомство. Чтобы отблагодарить за приют до весны. А потом бабушка и зайка вновь уедут на дачу. Екатерина Деменчук, Новости 41 канала.